Всем хорошего дня, с вами канал Science Daily. В 1970 году Япония начала разрабатывать свою легкую ракету N1. Но поскольку собственных наработок в изготовлении жидкостных ракетных двигателей у Японии на тот момент не было, ракета была создана на базе американской ракеты-носителя Delta. Первый запуск носителя N1 состоялся только в 1975 году, но уже спустя 6 лет дебютировала новая, более мощная версия ракеты N2. А первой жидко-топливной ракетой японского производства стала ракета-носитель H2, первый успешный запуск которой был произведен в 1994 году. И на протяжении следующих 4 лет японская отечественная ракета летала 5 раз, и 5 раз успешно запускала полезные нагрузки на различные орбиты. Пока в 1998 и 1999 годах японская ракетная программа не потерпела две неудачи подряд. Надежность ракеты также важна, как и ее технические характеристики. Коэффициент надежности в 95% считается достаточным, но в результате двух неудач коэффициент надежности ракеты H2 снизился до 71%. После аварии были проведены масштабные исследования, включая поиск и извлечение отказавшего ракетного двигателя LE-7 с дна моря с глубины около 3000 метров. Также были проведены неразрушающие и разрушающие испытания двигателя. Японскому агентству аэрокосмических исследований пришлось отменить следующий запуск носителя H2 и сосредоточиться на разработке новой версии ракеты H2A, которую оснастили усовершенствованными двигателями LE-7A. Первый испытательный пуск ракеты H2A был произведен в 2001 году, и к настоящему моменту показатель надежности этой ракеты составляет 95,5%. Сегодня на огромном заводе компании Mitsubishi Heavy Industries производятся ракеты H2A и H2B. Для того, чтобы стойко выдерживать суровые условия открытого космоса, материал корпуса нарезается специальным образом для формирования изогридной конструкции. Выбор правильного материала – это крайне важный аспект производства ракет. Для ракет H2A и H2B используются тонкие алюминиевые или титановые листы толщиной всего 1,8 см. Все элементы корпуса герметично свариваются между собой. Здесь же производятся и двигатели ракет. Двигатели ракет H2A и H2B работают на жидком водороде и жидком кислороде, и имеют возможность увеличения тяги. После интеграции и полезной нагрузки ракета укладывается в специализированный контейнер для транспортировки по морю. После чего ракету приходится еще перевозить на огромном грузовике повышенной грузоподъемности, чтобы она, наконец, была доставлена к месту запуска. Здесь ракету устанавливают вертикально и позиционируют на стартовой площадке или в специализированном строении. Техники проверяют функциональность всех систем ракеты, а также правильность ее конфигурации. Финальным этапом становится заправка топливных баков ракеты с жидким водородом и кислородом. Высота ракеты H2A составляет 48 метров, диаметр 4 метра, а стартовая масса в зависимости от конфигурации 330 или 480 тонн. Обычно ракеты этой серии запускаются с космодрома Танегасима и могут выводить до 10 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту или до 4 тонн полезной нагрузки на геосинхронную орбиту. А в конфигурации H2B ракета имеет диаметр 5,2 метра и может выводить до 8 тонн полезной нагрузки на геосинхронную орбиту. В этом году Япония успешно запустила рентгеновский телескоп с помощью ракеты H2A. Состоявшийся запуск стал 46-м успешным запуском ракеты-носителя H2. Продолжение следует... Продолжение следует...